привет меня зовут эйджей и больше всего в математике мне нравится что задачу можно решить не одним единственным способом на егэ одним способом можно решить задачу а вторым проверить свое решение и это будет супер эффективно например не всеми любимые формулы приведения в тригонометрии можно с легкостью проверить с помощью формулы сложения углов но обо всем по порядку начнем с алгоритма формул приведения разберем работу алгоритма формулы приведения на простом примере формула приведения работают тогда когда нам нужно вычислить синус косинус тангенс или катангенс угла очень похожего на табличный для начала нам нужно разложить наш угол на сумму или разность граничного и табличного углов граничный угол это такой который попадает в границе четвертей на тригонометрической окружности здесь начинается второй шаг работы алгоритма формул приведения если угол половины то мы меняем функцию на к функцию например синус на косинус косинус на синус тангенс на катангенс и катангенс наоборот на тангенс а если угол не половины как в нашем случае то мы просто переписываем нашу начальную функцию ничего не меняем к ней сразу же приписываем табличный угол не обращая никакого внимания на знак и третий шаг самый важный нужно определить какой знак будет стоять перед получившимся выражением плюс или минус зависит это от начального угла и начальной тригонометрической функции примешь синюю таблетку и сказке конец примешь красную таблетку войдешь в страну чудес в начале у нас был синус поэтому смотрим на знаки синуса теперь ищем в какой четверти находился наш начальный угол перед табличным углом стоит знак минус поэтому идем в противоположном направлении то есть по часовой стрелке назначение меньше 90 градусов потому что все табличные углы меньше 90 градусов попадаем во вторую четверть в которой синус положительный поэтому пишем перед получившимся выражением знак плюс получили простое табличное выражение здесь мы уже помним что синус pi на 3 равен корню из 3 на 2 вот так работает алгоритм любой формулы приведения но на егэ к сожалению велик шанс запутаться поэтому круто если у вас в арсенале есть второй способ решения этого задания составители егэ расщедрились и написали в варианте целых пять формул тригонометрии одна из них это формула суммы синусов применим ее для нашего выражения вместо формулы приведения вычислим все значения которые получились в нашем выражении синус 5p равен нулю поэтому первое слагаемое попросту обнуляется а косинус 5p равен минус 1 поэтому минус перед вторым слагаемым уходит двумя разными способами мы получили одинаковые ответы решения выражения что значит либо мы ошиблись четное количество раз либо мы абсолютно правы предыдущий пример у нас был с реальными значениями углов разберем пример где значение углов неизвестны и посмотрим а как же здесь работает формула приведения преобразуем каждое из слагаемых по отдельности граничный угол у нас 3p а в качестве табличного выступает неизвестный угол бета косинус которого нам дан по умолчанию мы считаем его меньше 90 градусов то есть меньше четверти для корректной работы механики формулы приведения но формально он может быть любым граничный угол у нас не половинный поэтому переписываем косинус добавляем к нему бета и осталось определить только знак перед этим выражением напомню что определяем его по начальной функции у начального угла косинус в третьей четверти отрицательный поэтому перед выражением ставим знак минус теперь применим формулу приведения для второго слагаемого граничный угол пи пополам половинный поэтому меняем синус на косинус а угол бета просто переписываем и ищем знак перед этим выражением. Знак косинуса во второй четверти положительный, поэтому перед выражением ставим плюс. Теперь собираем наши слагаемые с их множителями в единое выражение. Приводим подобные и подставляем значение косинуса. Сокращаем и получаем, что значение нашего выражения равно минус 2. Теперь, если у тебя есть сомнения, то ты можешь самостоятельно проверить это выражение с помощью формулы сложения. Надеюсь, тригонометрия стала для тебя чуточку ближе и понятнее. А чтобы запомнить все тригонометрические формулы, я приготовил для тебя памятку в описании под этим видео. И в ней больше пяти формул, которые тебе даются в варианте ЕГЭ. Подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, пиши комментарии и до встречи в следующих роликах.